Ну что ж, а я сейчас хотела бы представить нашего следующего спикера. Это Елена Кудинова. Лен, ты здесь? Да-да, я здесь, да. Да-да, я точно помню, что вроде я Лену видела, да, я нашла в списках. Итак, Елена Кудинова, игропедагог, сертифицированный класс Craft Educator. И сегодня она будет рассказывать про нестандартные модификации морского боя. Ну, Лена, я сейчас несколько слов еще про тебя хорошо скажу. Мы с Леной, собственно говоря, познакомились, по-моему, где-то вот так близко именно на этапе обсуждения класс Craft. Вот, и класс Craft – это такая гимификационная система, и так получилось, что Лена сейчас очень много в Trendy English Games работает именно с гимификацией, не только с играми, но еще и с гимификацией. У нас есть разработанная система гимификационная для того, чтобы студенты выполняли домашнее задание. Там Лена тоже главный идейный вдохновитель этой работы. Ведет тренинги по гимификации. Вот, и также Лена – наш куратор на курсах для наших преподавателей. И я хочу еще раз напомнить, да, что у нас, ой, будет, не то показала, вот, в августе запустится наш следующий поток – чит-код к подростку. И первый блок на этом курсе будет посвящен команде образованию, как передружить всех детей между собой, чтобы у вас вообще работа работалась. Ну, не знаю, Лена, мне кажется, это твой любимый модуль на самом деле. Да, это правда. Ну, и вашим куратором там на этом курсе будет Елена. Лен, какая любимая игра Trendy English Games? У меня любимая игра – это Beautiful Dreamer. Это игра на отработку условного наклонения. Что бы ты сделал, если бы у тебя была волшебная палочка или если бы у тебя были суперспособности? Мне она нравится тем, что у детей есть возможность проявить свою фантазию в этой игре. И она самая, мне кажется, такая персонализированная из всех вот этих карточных игр. Каждый говорит за себя, каждый фантазирует за себя. И играя в нее, мы не только отрабатываем условное наклонение с детьми, я еще узнаю моих учеников лучше. И мы очень много смеемся, и это очень всегда весело, и очень всегда интересно. У нас всегда такой полет фантазии возникает. Просто замечательная игра. Сегодня, если вот в тех группах, в которых вы будете играть, если у вас будет возможность, когда вы там по времени останетесь, можно будет посмотреть и на эту игру тоже, да, Лен, спасибо. То есть ты таким командообразующим элементом ее используешь. Напоминаю, что мы сегодня продаем, предлагаем купить три игры, ой, я с цифрами, четыре игры по цене трех у вас есть предложение. Ну и мы дали вам скидку по промокоду GameFest, скидка 10% на любые игры Trendy English Games. Все, Лен, отдаю тебе сцену. Поприветствуем Елену аплодисментами. Все, Лен. Скажите, пожалуйста, есть ли здесь люди, которые не знают, как можно использовать морской бой на уроках английского для отработки различной грамматической конструкции? Если есть такие, как-то отреагируйте в чате, чтобы я понимала, нужно ли мне подробнее рассказать правила этой игры. Вот, видите, есть люди, которые не знают, как можно использовать морской бой на уроках. Ну что ж, тогда давайте я кратко, для тех, кто не знает, приведу очень простой пример, как можно использовать морской бой. И, допустим, вам нужно отработать конструкцию Present Perfect. Каждый ученик получает вот таких два одинаковых поля на разлинованной клетчатой бумаге, где по одной оси у вас есть местоимения или какие-то подлежащие, по другой оси у вас глаголы, допустим. И по условиям игры нужно расставить свои корабли. Количество их и размер зависит, может варьироваться, он зависит от размера поля, но обычно это, допустим, один трехпалубник, то есть один корабль, который занимает три клетки, два двухпалубника и три однопалубника, допустим. И причем по условиям игры корабли не могут соприкасаться друг с другом ни углами, ни бортами. Противники не видят, где у них расставлены корабли, то есть игра идет вслепую. Затем по очереди игроки задают друг другу общие да нет вопросы в заданной грамматической конструкции. Например, если мы отрабатываем present perfect, мой противник может меня спросить, have you ever eaten sushi? Я смотрю на пересечении глагола eat и местоимения you, у меня здесь ничего нету, и, соответственно, я отвечаю no, I haven't missed, то есть промахнулся. И дальше имею право задать вопрос моему противнику, не зная, где у него стоят корабли, пытаясь таким образом вычислить и подбить все корабли. Если же, например, противник попал по моему кораблю, например, он меня спросил, have they ever written a song? Я говорю, я обязана сказать yes, they have, и сказать hit, что означает, что корабль не полностью затоплен, но получил повреждение, чтобы таким образом у противника была информация, что здесь стоит какой-то не однопалубник, а что-то еще, и таким образом человек понимает, что нужно где-то рядышком стрелять, к тому же попадание дает право вне очередного вопроса моему противнику. Вот я думаю, что понятно, как можно отрабатывать с помощью этой игры совершенно различные грамматические конструкции. Игра довольно простая, интересная для игрока, стратегическая, потому что заставляет как-то думать, просчитывать стратегию, куда выстрелить, где с большей вероятностью окажутся корабли противника. В то же время, с методической точки зрения, позволяет очень хорошо отработать любую грамматическую конструкцию за счет ее многократного, многократного проговаривания в игре. Вот почему у Trendy English есть целый сет таких игр, вот у Stady Craft. Она совершенно разной грамматической конструкции, посмотрите, например, и даже на лексику, например, да, colors and clothes, going to, present continuous, present perfect, present perfect continuous, reflex of pronouns, prepositions и так далее. Очень часто на Академии игропедагогов, вот когда я училась, у нас был один из модулей, где целый урок был посвящен тому, как использовать морской бой на уроках, как создавать самому различные поля для игры в морской бой, какие есть тонкости игры на уроках в грамматический морской бой, в лексический морской бой, как правильно вести эту игру. И все это, конечно, необозримое поле для нашего с вами педагогического творчества. Однако мне лично морской бой казался всегда не самой динамичной игрой, скажем так. Немножечко меня смущала его ограниченность употребления, потому что в игре мы можем отрабатывать только одну, одну грамматическую конструкцию, и причем только в форме да-нет вопросов, получается, и кратких ответов. Поэтому, когда я на втором году, на втором курсе Академии Игропедагогов училась, у нас был модуль по развитию творческого мышления, мы там тренировали технику такую, скемпер называется. Эта техника позволяет создать что-то новое на основе чего-то старого. И мы брали знакомые игры, прогоняли их через эту технику и смотрели, что... И вот я решила к игре «Морской бой» изменить ее, попробовать применить эту технику, изменить ее так, чтобы она стала еще динамичнее для игроков и еще разнообразнее с методической точки зрения. Вот что у меня получилось. Одна из техник, один из шагов в этой технике скемпер называется «магнифай». Он состоит в том, чтобы расширить уже известную идею. И поскольку «Морской бой», по сути, он основан на принципе картовых координат, то я подумала, ну, логично, можно расширить поле игры, используя отрицательные координаты на каждой из осей, придав им определенный смысл. Например, по оси Х мы можем расположить настоящее время в положительной части оси и прошедшее в отрицательной. И по оси Y мы можем, например, расположить в положительной части простые времена, а в отрицательной – длительной. И это позволит нам, по сути, за время игры отрабатывать сразу четыре грамматические конструкции в одной игре. И станет отличным способом повторения и сопоставления сразу четырех видов временных форм английского языка. При этом вопросы будут звучать так. Например, если вы хотите ударить, выстрелить вот в эту клетку, вы будете меня спрашивать. И я вам отвечу. Или, например, если вы хотите ударить в эту клетку, вы будете меня спрашивать. И я вам скажу. То есть вы потопили мой корабль полностью. Или, например, если вы хотите ударить в эту клетку, вы спросите меня, как? Was he drinking tea at 3 p.m. yesterday? И следующий шаг в технике Scamper называется Adapt. Он состоит в том, что вы можете добавить какие-то еще новые функции к уже известной игре. А так как морской бой, как вы видите, ограничивается только да нет вопросами, мне пришла в голову идея, что можно ли как-то добавить сюда возможность задавать и специальные вопросы тоже. Для этого ведем в игру новое правило. Вместе с кораблями вы расставляете на своем поле две-три мины. Вот так мы их обозначим. И если противник попал случайно по мине, это дает вам право вне очереди задать один специальный вопрос либо к подлежащему, либо к сказуемому, либо к обстоятельству времени. То есть вопрос будет начинаться либо с вопросительного слова who, либо what, либо when. Например, вы можете спросить who played the guitar last month? И таким образом вы можете пристрелять сразу четыре клетки. Если у меня что-то стоит здесь, я вам обязана дать об этом информацию. Но здесь у меня ничего не стоит, поэтому я скажу nobody played the guitar last month. Если же вы, например, спросите меня who wrote the song last month? Я обязана вам буду сказать he wrote a song last month, you wrote a song, and we wrote the song. Таким образом вы сразу же одним ударом подбиваете весь корабль, топите. Если вы задаете вопрос к подлежащему, например, ну давайте в этом секторе зададим вопрос. What do we often do? What do we do on Sundays? И я вам обязана ответить we often play the guitar on Sundays. And sunk. Или же тоже, опять же, вы простреливаете сразу четыре клетки, но по горизонтали, вопросом к сказуемому. А вопросом к обстоятельству времени вы можете прострелять тоже четыре клетки, но те, которые симметрично расположены относительно оси координат. Ну, например, я спрашиваю when, when do we dance? И я должна ответить, то есть противник должен ответить we danced last month and we were dancing at 3 p.m. yesterday, sunk. То есть все клетки, я должна проверить все симметрично относительно оси координат, относительно центра координат расположенной клетки, и если там что-то стоит, я должна вам об этом сообщить в соответствующем этому квадранту времени. Это, конечно, делает игру более динамичной, более азартной, потому что у противника появляется, у игрока появляется возможность сорвать сразу ночью пуш, и с методической точки зрения дает возможность отрабатывать не только до нет, но и с остальными вопросами. И можно сделать игру динамичнее, не добавляя к игре вот это дополнительное условие мины. Но для этого, например, вы можете расположить утвердительную форму по одной, утвердительную и отрицательную форму по одной из осей координат. Например, вот здесь на этом поле вы можете отрабатывать present simple и past simple, но одним вопросом у вас ученик стреляет сразу в две клетки. Например, он спрашивает, Did he drink tea yesterday? И вы должны ответить No, he didn't, потому что вы сразу проверяете обе клетки и в положительной части по координате Y и в отрицательной части. И вы видите, что у вас есть корабль в отрицательной, вы отвечаете No, he didn't. Если же корабля нету не там, например, Did he play the guitar yesterday? Тогда вы отвечаете I don't know. Вот эта версия тоже получается более динамичной, потому что вам нужно вдвое меньше ударов произвести, чтобы разгадать все корабли противника. Или же даже с учениками постарше вы можете попробовать еще такую версию, где вы можете сразу простреливать четыре симметрично расположенные относительно центра координат точки. То есть тогда вы проверяете сразу все четыре симметрично расположенные точки. Если меня спрашивают, Did he play the guitar last month? Я смотрю, проверяю все четыре симметрично расположенные точки. Я вижу, что здесь у меня есть корабль. Я должна ответить No, he didn't, but he often plays the guitar. Таким образом, с методической точки зрения, не только делать игру динамичнее, с методической точки зрения вы же отрабатываете уже не только да, нет вопроса, но вы отрабатываете еще и утверждение. Ученики должны думать и составлять утверждения в заданной какой-то грамматической конструкции. Ну и, наконец, ничто не мешает нам разделить оси не на две, а на три части и расположить на них еще больше времен. Например, past, present, future. И по оси Y мы расположим видовременные формы simple, continuous и perfect. И тогда эта игра превращается у вас в обзор почти всех видовременных форм английского глагола. И в этом варианте тоже имеет смысл отрабатывать не только общие да, нет вопросов, но и специальные вопросы. Причем вопросы к подлежащему и сказуемому будут давать информацию сразу о трех клетках здесь, либо вопросы к обстоятельству времени вам будут давать информацию сразу о девяти. Ну вот, собственно говоря, все варианты, которые я вам хотела показать. Разумеется, это классическая версия. Если классическая версия морского боя, она рекомендуется к применению только с детьми от девяти лет, то вот эти усложненные версии я бы рекомендовала к применению с подростками и взрослыми, которые уже знакомы с классической версией игры и хотят чего-то еще более азартного, интересного, все эти модификации делают игру не только интереснее и азартнее, но и полезнее с методическим. Вот, а пройдя обучение Friend English, вы сможете сами придумать еще много других полезных и интересных игр для ваших учеников. Спасибо. Лен, там вопросы пошли. Сколько времени на занятии тратишь на морской бой? Ну, в смысле, сколько уходит времени, чтобы поиграть, да? Ну, в этом-то вся и суть, что в классической версии, когда я играл, например, с восьми-девятилетними учениками, которые не умеют играть в морской бой, пока они поймут правила, пока они разработают свою стратегию, у меня уходило 15, а то и 20 минут на одну игру, и мне вот как раз казалось, это как-то слишком, все-таки слишком, я люблю какие-то очень быстрые, динамичные игры. А вот в версии, где можно сразу простреливать несколько клеток одним ходом, это занимает меньше, это получается быстрее. А на групповых занятиях делите детей на две группы или на пары? На пары, конечно, конечно. Эта игра лучше всего играть в парах. Правда, когда я их обучаю, вот только первый раз, они играют все против меня, просто чтобы им показать пример, как можно пар. Можно выбрать? Много ли огонечков и суперидей, да? Олеся, вы что-то спросите, да, хотели? Да, 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 я хотела вопрос задать. Когда в парах играть, вот у меня всегда возникает проблема контроля, то есть если играет 2-3 пары, их же нужно каждую пару контролировать, потому что если их только перестаешь контролировать, у них начинаются вопросы с ошибками, скажем так. То есть как вы вот этот момент решаете? У меня всегда с этим, в принципе, игра нравится, но хотя у меня больше 20 минут обычно на нее уходит. Ну, может быть, много кораблей берем. Но вот проблема контроля, то есть если играть в парах, то как контролировать? Просто не успеваешь бегать, если 3 пары, например. А если играть по командам... Давайте, Лена, ответит, что для экономии времени. Да, да, да. Ну, естественно, вы не можете быть везде и все прям на 100% контролировать. Может быть, какие-то ошибки пролетят мимо вас, ничего страшного в этом нет. Но, в общем-то, я поручаю контролировать правильность заданного вопроса самим ученикам. То есть противник, он же заинтересован в том, чтобы проконтролировать, что вопрос был задан правильно. Если же вопрос задан неправильно, то я даю им право вообще на этот вопрос не отвечать. И сама тоже хожу и по какому-то... По несколько минут каждую пару контролирую, смотрю, насколько там вообще все ужасно. Но это вопрос того, насколько вовремя вы вводите эту игру, насколько вообще дети знакомы с этой конструкцией, сколько они понимают правила игры. Обычно я стараюсь соблюдать какой-то баланс в этом.